Добрый вечер. 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 Господи, именем Иисуса Христа молим Тебя. Благослови наши занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслия по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. 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 Книга Откровений, Иоанна Богослова. Восьмая глава, 8-9 стихи. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, плавающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Толкованием. Это второе великое бедствие. Само описание таково, что не следует понимать его как падение какой-то горы, или вулкана, или извержение лавы. Во-первых, мы видим, что гора не извергается как бы с неба. А во-вторых, Иоанн видит не гору, а нечто только похожее на него, как бы большую гору. Секунду. И здесь можно, с одной стороны, разумеет, буквально страшную физическую катастрофу. В результате низвержения этой огненной массы, третья часть воды превращается в кровь. Подобное было во время первой египетской казни, когда Моисея и Аарон превратили в воду реки Нил в кровь. Книга Исход 7.20. И рыба в реке вымерла, так и здесь вымирает третья часть живых морских существ. Но не только рыбы, а и корабли, плавающие на них, терпят страшное крушение. Таковы будут предсмертные судороги природы перед страшным судом. Под низвержением большой горы, пылающим огнем, можно разуметь низвержение дьявола в последнее время. Сатану, спадшего с неба, как молнию. Лука, 10 глава, 18 стих. Образом этого был древний Вавилон, которому говорит Господь через своего пророка Иеремию. «Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и незрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Книга пророка Иеремия, 51 глава, 21 стих. «В великой ярости, как большая огненная гора, не извергается сатана в море народов, и третья будет превращена в кровь, и будет великий плач и стон по земле. Люди, не омытые кровью Христа, вместе с природой, будут окунуты в кровь, произведенную сатаной. Но исполнится и пророчество Иеремии. Гора огненная, разоряющая, превращена будет Господом в гору обогренную, осрамленную». Проводная закончена. У кого есть вопросы по-прочитанному, пожалуйста, задавайте. Идем дальше. «Откровение, 8 глава, 10 глава, 11 стихи. И упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источнике вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась Полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Горьки. Толкование. «Здесь бедствие приходит с неба. Падает звезда, которая характеризована тремя качествами. Первое – она большая. Второе – она горящая, подобно светильнику. И третье – имя ее Полынь, что указывает на ее горечь. Действие звезды такое, что она, упав на реки и источники вод, делает их горькими и смертоносными для людей. Возможно, что это будет такая катастрофа, когда земной шар, когда на земной шар упадет некое космическое тело, и падение его будет подобно падению метеорита, горящего при прохождении земной атмосферы. Страшно будет. Однако действие этой катастрофы – отравление вод. Пресные воды сделаются горькими. Это напоминает события в мире, когда, наоборот, через древо горькие воды сделали сладкими, и израильский народ мог в пустыне утолить свою жажду. В этом читаем книги «Исход» в 15 главе, 22-26 стихи. Далее сказано, что горькими сделалась третья часть вод вообще, без разделения на реки и источники. Так что можно предположить, что отравленной оказалась не третья часть всех рек и вод, а во всех реках и источниках вода на одну треть пошла горькая. Эта горечь вод оказалась губительной и смертоносной, и многие из людей умерли от вод. Так одна за другой катастрофы будут скашивать людей. Страшный взрыв в Чернобыле в 1986 году напомнил о звезде Полынь, отравив воды и воздух на огромных пространствах. Кстати, слово «чернобыль» означает «траву полынь». Примечание редактора. Виденное Иоанном может быть истолковано и иносказательно. «Падение с неба звезды на землю» — это образ падения сатаны. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари» — Рок Исаия 14, 12. «Утренняя звезда, сверкающий Херувим, Люцифер, ангел света, низвергается с неба за восстание на Бога». Звезда — это большая, ибо велика сила лукавого. Он сохранил те задатки могущества, которые имел в расслабленном состоянии. Но теперь обращает все это во вред. Низвергнутый с небес, он как звезда, горящая, подобно светильнику, он горит огнем злобы и греха, желая испепелить творение Божие. «Падая на воды, на многие народы он делает их горькими, как полынь, ибо и самому ему имя полынь — это горечь и отвратительность греха. Сатана поет людей бурным и горьким развращением, утехами ада. Прекрасные, светлые и чистые источники, вот, делаются горькими и смертоносными. Вот разум — источник светлой реки познания». Далее цитата. «Источник премудрости, слава Бога Всевышнего и шествия ее в вечные заповеди». Книга Сирахова, первая глава Катус. «Но горькая полынь греха отравила воды познания, и воздыхает теперь Соломон». «Предал я сердце тому, чтобы познать мудрость, узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Игорь Экклесиаст, первая глава, 17-18. «Потому и говорит Соломон, берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». И раз 12-12. «Горечь, полынь лжи и заблуждений отравила воды познаний. Пивши эту воду лжепознания, преподавшие к мутным, горьким потокам атеизма, различной греховной светской литературы, тектанских извращений священного писания, умирают духовно». Таковых, далее цитата, «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, 2 Тимуфеев 7. «Теперь и полон мир». «Непивший, жаждущий, может утолить жажду чистой водой. Пивший горькую воду, отравлен и умирает». Изучить его удается редко. Возьмем, к примеру, труд, прекрасное Богом благословенное служение человека. «А во что превратила его полынь? Проклятся земля на тебя, хоть и лица твоего будешь есть хлеб». Бытие 3 глава 17-19. «Что будет иметь человек от всего труда своего и заботы, сердца всего? Что трудится он под солнцем? его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета». Иисусиаст 2 глава 23-23. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета, томление духа». Иисусиаст 4-4. «Труд должен был сделать человека владыкой мира». Иисусиаст 1-26. «А сделал рабочим рабом. И в горьких трудах теперь умирает человек. Или возьмем семью. Полынь греха сделает ее из Эдема адом. Прекрасное обращается в ужасное. Горечь плотских, половых страстей, блуда, разваленных семей отравляет все общество. Атеизм, пресловутая свобода от Бога, равноправие мужчин и женщин, истолкованная как свобода друг от друга, подобно звезде полынь, упав на семейные отношения, развалили их. И пьют люди горькие воды блуда, разводов, абортов, безотцовщины. Боже, сохрани нас от всей полыни и не лиши потоков чистых». Такое прекрасное толкование закончено. Вопросы по-прочитанному есть? Вопросов нет, то тогда поймите. Да есть вот вопросы хочу задать. Пожалуйста. Вот вопрос про звезду полынь. Ну, это Чернобыль, переводят все Чернобыль. А вот второе толкование слушаешь, духовное, и вопрос сразу возникает. А талия это полынь, ну, талия это звезда, которая уже упала. И там написано конкретно упала звезда. А здесь, ну, Чернобыль, да, взорвался атомный реактор. Он же на земле, он же ничего не упало. Ну, вот такой вот вопрос. Возможно, возможно, что это не то, о чем, ну, говорит вот комментатор Геннадий Фаст, это же он комментирует, как бы, и говорит о Чернобыле. Хотя многие говорят об этом и духовные лица, и светские. что именно Чернобыль и полынь. У меня связь между Чернобылем и сатаной, знаешь, какая? Что, вроде, Чернобыль-то он на земле, но кара, она называется небесная. То есть, она тоже с неба падает. И сатана упал с неба, и кара в виде вот этого Чернобыля тоже с неба упала за грехи людские, за атеизм, за аборты, за разводы, за все, за это. И Господь сметает все это нечестие. При помощи сатаны, конечно, при помощи этого владея. Вот. У меня вот такие мысли. И там он спал, а здесь он ходит сейчас на земле в дикой ярости. Понимаешь? Он как бы спал-то давно, но на земле катастрофы, они же не каждый день периодически. И вот сатана проявляется в дикой. Ну вот воды стали горькими написано. Ну вот сколько там тех горьких вод после Чернобыльской катастрофы ядерной атомной этой? Мне ближе к холодной. Ну то есть можно ли судить по какому-то району? Ну как бы это условно, просто что горькие воды это значит будет такое поражение и оно может быть и в дальнейшем еще же Армагеддон грозит нам, что горькие они именно потому что отравлены. Ну двоякое толкование духовное и действительно воды могут быть отравлены. Это же Чернобыль он был и он будет и и колодцы фашисты травили ну а как чтобы людей погубить дьявол он есть человека убить через это тоже Чернобыль видишь подмечено просто здесь переводится по Полынь понимаешь не констатация библейского текста новозаветного 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 те кто поверят те кто поверят а допустим мороза не будет те кто готовились там валенки закупали там шарфы там дрова там уголь ну да потрудились вроде как зря а те которые не поверили вот сектанты же что делают они будут они всем мучат что будет перед великой скорбью восхищение церкви и они ждут Христа они не готовятся к этим скорбям что побегут в горы что будут мучения что люди будут желать смерти и не увидят что великие такие будут испытания и живут так тепло хладно прохладно вот а когда читаешь истинно православное толкование что ждет нас впереди нужно быть готовым бодрствовать и еще раз говорю вам бодрствовать молитву и духовно то есть не читайте эти наши столы наполнены отвратительную блевотину что это за блевотина а вот это сектантские учения книги об атеизме всякие уже всегда мудрования вот эти вот всякие всякие в интернете поумочи мудрят люди что земля мозг людей зачем разделять плоско и плоско и прям начинают пёточки ни на чём но как бы я хотел подвести вот итог к этим вопросам и то что ты отвечал к тому что если уже допустим состоялось вот это библейское пророчество одно и это действительно звезда полын Чернобыль то как все люди должны вздрогнуть и стремиться ко Христу но я не знаю как потоками просто потому что все последнее время уже все понятно а если еще какое-то время есть значит те кто сейчас верующие должны вздрогнуть то есть последнее предупреждение возможно уже и вот наступают последние времена вот они чаши гнева эти уже третья там и так далее значит уже прошли еще осталось совсем немного так и еще вопросы дополнения комментарии Игнатик есть что сказать насчет Чернобыля микрофон не забыть надо помнить что предсказания даны не для того чтобы мы гадали святей на это указывает в это время на это тратить не надо я думаю а может быть это повторяется не единожды восстанет народ и народ 24 глава Иван Григорь и 21 глава Иван Григорь Луки а какой это признак они все время восстают царство на царство да когда это не было Христос говорил в это время воевали с болгарами с Грецией так это надо понимать что предупреждение есть и оно открывается все более и более иногда до трех раз я не знаю слышно или нет что-то погасло тут хорошо слышно все вот и поэтому наставить ни на чем не надо потому что любое толкование какое давали люди оно опровергнуто назначают кончину время день и Ульян Миллер там и другие таких много было людей а это толкование такое ни на чем не настаивает а может и так так отозначает вода будет отравлена почему упала радиация падает сверху атомная бомба взрывается не на земле а в воздухе в воздухе взрывается это такое устройство на какой секунде какое расстояние высота самолета но когда начнется уже мировая бойня вот тогда и будет отравлено сегодня показано вот как это может быть похоже похоже и название сходится и воды отравлены как Припять и рождаются уродливые рыбы и волки и люди оттуда вымелись как будто их там не было никогда мы должны понимать это звонок звонок как у нас конечно будет день когда мы закроем глаза вот Хворостовский Дмитрий сегодня ночью умер тоже мозг опух там в Англии там лечился и до этого натерю давал я безбожник никакой вечной жизни нет все равно отпоют и он заповедал его сжечь это 750 градусов и прах разделить на двое одну часть похоронить в Москве другую в Красноярске что это? это страх воскресения тут ничего больше нету он не может этого не знать потому что в момент смерти является ангел и показывает за что ты поражен опять черная заноза в мозги там он жил-то я не знаю 50 чем-то или 50-то не было наверное и в Англии лечился это ничего не помогает а это нам пример 55 лет ну да надо это нам пример чтобы мы приготовились если говорит они погибли то если не покаетесь все так же погибли пала на 18 человек в Силамской башне пала это Чернобыль там рядом стоящие города пол Европы глаза запорошило а в Японии после этого наводнения это что там было цунами какие воды разнесли отравы там хорошо следили но они не скрывали но это будет другое и другое мы можем страшно себе представить треть часть земли сгорит треть часть это минимум минимум 2,5 миллиарда и это будет мгновенно и поэтому нас предупредил Господь мы услышали успокоились никакой паники благодарение Богу за то что все исполняется вот мне вопросы задают непрерывно но если Бог не дает ответа я что могу сказать не дает ну как можно любить когда Бог сказал это эти у них отец дьявол отец лжи ну поэтому все на лжи и построено у них тебе то что от этого не прилипай к этому встань отряхнись и скажи благодарю тебя Господи ты дал мне веру веру посмотрите как люди с верой живут Сергея Козлова возьмите это живой памятник а возьмите никого ищуща за себя одной руки даже нету и то как не умоешь ты не застегнешься обоих рук нету ног нету и весь мир объехал и папа и президент с ним встречается почему вера он не православный но где-то рядом вот нам пример при жизни Бог дает такое а почему он что радиоактивным пеплом посыпана была его мать утроба мы ничего не знаем не надо гадать надо принять и сказать Господи меня миновала эта горькая чаша здесь все толковали правильно все говорили надо понимать что это повторяется не единожды вот я когда вел занятия там университета в школах время это перестройки и говорили а что в Библии там говорят написано про Михаила Меченова что там написано ага у Даниила пророка люди это берут да это Архангел Михаил об этом Михаиле нет речи но предзнаменование уже было а как где было первый царь в России был кто Михаил Сусанин говорит но я для России спасу Михаила Михаил из дома Романовых ему там клялись во веки чтобы быть верным так значит в вопросе градообразующего государство образующего первое Михаил но она трижды повторяется дальше царь Николай отрекается в 17-м году со 2-го на 3-е марта в пользу брата Михаила конгломерат наполовину скукожился теперь приходит Михаил Михаил Горбачев 3-й и разрушает полностью это государство последний президент да как так ну я и говорю историю дальше Владимир это знаковые имена первый Владимир крестит Русь Владимир Ульянов ее раскрещивает и третий третий Владимир должен быть кто он будет а их там несколько толкется мы не знаем но третий определенно Владимир а что будет дальше не знаем но только видно что ведут не туда в духовном плане то есть подготавливает престол Антихристу а каким образом а цари божники вот сегодня выступил священник один на Урале славят ребенок там 10 лет умер и пророчество и все он говорит мы все составляли сами я участник этого я каюсь я каюсь он вышел сегодня покаяние его все это придумано было идола построила идола создали идола а кто мать и заранее главное он пишет что-то она говорит ну надо было 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 любое что хочешь там можно придумать поэтому это нам предупреждение и малые дети будут в этом участвовать он и ребенок обыкновенный все собрали комиссия от патриархии все поехали книги все разобрали ничего не было обман сплошной обман а у него камни там раздают они исцеляют у мусульман исцеляют у буддистов исцеляют еще больше чем у нас а у них мощей нет у них мощей еще больше нашего нужно научиться извлекать из всего пользы и видеть почти всегда трижды повторяются все отошел продолжаем книга так что затмилась третья часть их и третья часть дня не светла была так как и ночи толкование катастрофы нарастают и обретают космическую катастрофу теперь потрясается уже не только земля но вся солнечная система и звездные пилы подобное возвещали еще древние пророки рокеаиль потрясется земля поколеблется небо солнце и луна помрачатся и звезды потеряют свой свет рокеаиль 2.10 рокомоз и будет в тот день говорит господь бог произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня рокомоз 8 глава 9 с одной стороны Иоанн видит как повреждаются светила и можно представить что сила их света уменьшится на третью часть уму непостижимо какие великие изменения должны для этого произойти в солнце и звезды но далее Иоанн пишет собственно не об ослаблении силы света а сокращении освещения дня и ночи на треть это соответствует особенно пророчеству ломоза 8-9 который говорит что солнце уже в полдень зайдет и остальная часть дня будет в окне солнце и луна и звезды словно закрывают глаза не в силах больше взирать на грехи мира и возмещают кончину века тридневную тьму бог наводил уже на Египет книга исход 10 глава 21 статистик желая вразумить египтян но каковы будут эти бедствия тем что только третья часть дня и ночи не будет освещаться светилами указывается еще и на то что Господь своей казни не во всей полноте изливает на землю наказывая треть времени он в остальное время все еще зовет покаяние так растворяет Господь свой божественный гнев своей же милостью да и кто может перенести чашу божественного гнева нерастворенную бедствия всех первых четырех крупных ангел кешбласов приходят с неба град и огонь большая и пылающая гора низвернутая на землю падение звезды полы и наконец катастрофа самих небесных светил все это все есть разъяснение действия ангела бросившего горячие уголья искадильницы на землю 85 небо бедствия низвергаются на землю каждым из этих бедствий повреждается одна треть горела третья часть деревьев третья часть моря сделалась кровью и погибла треть одушевленных морских тварей и третья часть судов третья часть вот река источников сделалась полынью затмелась третья часть дня и ночи возможно что все это так будет буквально а возможно имеет образное значение вопросы вот у меня возникает вопрос с одной стороны мы знаем что дьявол есть лжец и человекоубийца и согласно этому стиху мысль такая возникает что бедствие гибель людей из этих катастроф это все от сатаны с другой стороны также написано проклят кто меч господень удерживает от крови то есть с другой стороны здесь все эти катастрофы это от бога и нужно ли нам задавать вопрос от дьявола это или от бога или это от бога от дьявола по попущению божии так нужно понимать и нужно ли вообще рассуждать на эту тему ну Игнать тихо хочется ваш ответ слышать по этому вопросу в средневековье монахи католические затевали большие споры религиозные спорили на конце иглы сколько демонов поместится нам надо это зачем это нужно господь допускает как навел бурю мы сейчас знамя у Ева говорит он от пустыни ветер поднял там крышу и раздавил 10 сыновей у Ева бог ему отдал кто делает дьявол делает а в другом месте господь подул ветром они исчезли а может это только выражение такое действительно только попущение и то и другое верно а конкретно вот этот ураган пронесся там над Нью-Йорком и прочее зачем тебе это знать ты знай о том как не грешить как отвернуться себя как с радостью нести крест Христовый как благовест как прийти не с пустыми руками перед Богом вот в этом весь вопрос к святому пришли представьте он спрашивает там о небесном он промолчал говорит а почему он молчал не знаю вернулись еще раз спросить он говорит если бы спросил как избавиться от греха как Христа возлюбить ближнего я бы тебе рассказал у меня опыт есть а что я буду говорить о том когда не знаю а сколько их там а сколько обителей на небо Господь говорит не так кто приготовил бы а какой величины в одном житии говорится Василия Нового говорит там обитель больше города Царьграда ну хочешь вверх хочешь не вверх не застаешь некоторые не верят что будут мытарства от этого ничего не изменяется но знай что душа идет идет и спотыкается и при том явление ни одному ни двум это было а что-то можно вымолить вытащить это все вопреки Слову Божию верующие в Сына Божию имеют жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев Божий пребывает на нем все и на этом надо зациклиться успевать при жизни и покаяться а сейчас покаяние приносит то Алла Борисовна Пугачева и какое у них покаяние что за Киркорова выходила и что в Иерусалиме она венчалась и теперь снова обращается и к кому к Денисенко Филарету это я беру из интернета все ну это хорошо что покаяние это ну когда-то должно это кончиться уже 58 лет новое замужество ну где оно кончится то это а не действительно так ты считаешь не действительно браки совершаются на небесах написано и только смерть разлучит вы слышали как тут в интернете там один говорит двое пришли батюшка мы нажились вместе помнишь Сергей но надо разводиться можно ли он говорит ну как Слово Божие так не учат ну настаивает он тогда давай взял Евангелие он как у батюшки там килограмма 4 ну и давай все прочитал я венчал на такое-то время навсегда и раз его благословил по голове второе он раза три то огрел их браков было пять браков и все это артисты ну и делают всех перечисляют по порядку как пять да при живых мужьях пять развратников вы все на букву Б только можете называться по-другому никак это Жириновский прямо высказал с ней понял схватился там вы под какого правителя не подстилались он с Пугачевой там схватился ну там противники барьеры там или где-то она начала говорит он говорит у меня не что показать я основал партию являюсь столько лет лидером ее стараемся как-то помочь наши предложения они натыкаются на них а они там блокируют и все тут тоже правильно правильно но дело-то в том что хоть как будь у тебя хорошо ты умрешь и чем предстанешь мы оправдываемся только кровью Христа что Сын Божий умер за нас умер на кресте умер и воскрес для нашего оправдания как нам день прожить как прожить так чтобы Дух Святой не был огорчен нами вот об этом рассуждать надо а гадать не надо чтобы мы знали что это было предсказано когда исполнится мы сказали а Бог это предсказал святые не советуют в это вникать даже свой сон если ты видел только тогда от Бога когда там крест видел крест ну и тогда не толкуй а пойди к духовному человеку и рассуди как они примут как эти мысли придут какие видите какая осторожность а тут только человек где увидал все принимает за чистую монету не надо этого делать откровение не случайно святые отцы долго не принимали в канон книг а в божественной книге на службе вообще ни одного стиха нету нету оно на службе не считается это говорит что с великой осторожностью подходит к этому не знаю от Бога ли вообще эта книга или нет но церковь утвердила каноном приняли посмотрите на скольких соборах и тут книги принимают а ее не принимают и с этим надо согласиться Богу нашему слава и Христос ну понятно что я просто как вести себя человеку христианину который видит что другие люди погибают в катастрофу если он рассуждает что дьявол их убивают он их будет спасать чтобы тот их души не виден а если их убивает Бог за их нечесть и проклят то удерживает гнев от крови тогда я стою тогда и ничего не делаю их же Бог убивает зачем я буду как бы как себя вести вот к чему этот вопрос ну МЧСнику у него ему деньги платят ну и плачь ну и иди спасай а если мысль такая пришла это грешники садом и говора Бог и что им спасать стоишь молишься вот к чему такой вопрос был до сих пор ответа я так и не увидел серьезно можно я скажу ну вот допустим вот допустим горит пожар вот у меня был рядом дом где я живу и рядом горел другой дом он буквально 10 метров ну я вышел выскочил не знаю есть там люди нету там людей ну все уже полыхает мне что с разбегу туда прыгать или что пожарники приехали я стоял молился в этот момент снял шапку было холодно крестным знаменем ограждал пламя ну и дом не загорелся мой слава Богу но там я никого не вытащил никто вроде не погиб там пожарники приехали разобрались я одного пожарника затолкал взад его толкал что он на крышу за лесом он тяжелый такой меня еще доской пристукнул по которой там лез он ну то есть какой-то подвиг совершил небольшой я так думаю для себя а так как кидаться куда-то вот еще у нас был слава волков ехали на трамвае со своей женой вдруг видят ну остановились они около первомайского кинотеатра тогда и видят такую картину один мужик с ножом бежит за другим и жена это славика давай его выталкивать из трамвая беги быстро на помощь и этого мужика давай останавливай который с ножом ты видишь он сейчас же убьет его славик перекрестился подумал и не побежал говорит я не знаю что там у них за разборки милицию надо я не буду ее восстанавливать и жена на нее сильно обиделась ну как в этом случае действовать да разные бывают и вот хочется-то и спасти жизнь человеческую и душу свою то есть рискуя своей жизнью спасает другого это всегда подвиг имел на нашей школе всегда учили Александра Матросова что он грудью закрыл спасает пример ставили а если понимаешь ну вот еще у меня случай такой фильм может быть помнишь апостол когда его назначили этого главного немца на охоте застрелить а он потом вычислил что это не он и он в болоте тонет и у него такой вот спасти его не спасти спасти не спасти совесть подсказывает надо спасти он не виновный он не тот и в конце он все таки бросает ему эту ветку спасает его из болот но у меня был один такой случай в Магадане когда мы познакомились с племянником Геннадия Фаста это Михаилом Фастом он дяг поехали в монастырь а было поздно уже почему-то ну так получилось там темно же рано темнеет зимой было это и слышим помогите помогите кричит девушке голос и он это рванул туда я говорю отец ты куда рвешь там какой-то переулок темный он говорит а вдруг помощь нужна давай побежали ну вот побежали мы туда там двое парней пристают к девушке и я думаю ну все сейчас начнется что-то тут страшное а он подошел и говорит вы что тут делаете они увидали его с бородой или что так смутились а ребята да нет-нет мы ничего так просто познакомиться хотели и ретировались ушли ну может быть этот случай тебя успокоит что есть еще порох в пороховницах верующих но я бы сам скорее всего не побежал но считай трусом меня или осторожным как хочешь да вот где эта грань между осторожностью благоразумием и трусостью то есть каждого совесть должна подсказывать мог спасти видел брата согрешающего а не подал в руку это согрешающего а есть брат погибающий ну который или грешник погибающий ты знаешь что ну ну вот например гей-парад все знают что у садомит все в это верят и кто-то на огнемете выехал и давай их из огнемета допустим сжечь или расстреливать ну что их защищать что ли побежишь в груди не понимаешь что это кара господня а с другой стороны там в доме горит ты не знаешь что там горит и первая мысль запрыгнуть в окно и вытащить этого человека есть там или проверить хотя бы пока пожарники приедут ну и зря в своей жизни это тоже господь рисковать то запрыгнешь и оба сгорели тоже неоднозначный конечно вопрос брат ты такой вопрос поднял по-моему ты сам загрузил себя огромным рюкзаком с тяжестью неимоверной давай дальше пойдем откровение 8.13 и видел я и слышал одного ангела летящего посреди неба и говорящего громким голосом горе 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов которые будут трубить толкованием это видение как бы несколько перебивает трубные глаза ангелом посреди неба означает зенит то есть место где бывает солнце во время своего наиболее высокого положения вертикально над головой этот высокий полет ангела соответствует цели его возвестить всем людям во всеуслышание о предстоящих страшных явлениях божественного гнева высоко летящему орлу подавляется этот ангел и самый крик его увы горе представляет собой звукоподражания крику орла своим криком ангел возвещает последние три великих горя что предстоит пережить живущим на земле в кончину века три горя это трубные глазы последних трех ангелов горе 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 людям которым надлежит пережить все эти бедствия поэтому и нам не мир и безопасность 1-й шислофисам 5-3 возвещать надо ибо тогда внезапно постигнет их пагуба следует напомнить что тогда в начале 80-х годов когда писалось толкование в контексте церковной миротворческой деятельности многими иерархами и религиозными деятелями возвещалось о наступлении времен когда в мире прекратятся войны а плотом мира во всем мире провозглашался СССР но надо предупреждать людей о грядущем наказании а не усыплять их а будить трубу кустам твоим как орел полетит на дом господень за то что они нарушили завет мой и приступили в закон мой тракосия 8.1 мир на грани гибели покайтесь люди ибо горе 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 возвещает ангел миру вопросы да вот так хочется поговорить о мире и безопасности когда будут говорить мир и безопасность тогда придет конец что это за мир и безопасность в чем это будет выражаться антихрист вся ли то власть и скажет шай и все перестанут воевать так это произойдет перед этим перед этим конечно он сам и его клевреты воссеют хаос вот такой как сейчас на Украине в Сирии война идет люди устанут уже от этой кровавой бойни будут просить дай нам тирана чтобы все это он придет на этом и мир и безопасность какое-то время наступит наверное да можно сказать немного по этому поводу но всегда вот это девизы есть во все эпохи во времена есть девизы но время собирать камни время разбрасывать камни время миру и время войне сказано это были такие всегда были такие времена но вот сейчас подсчеты сделали за последние 700 лет за последние тысячу лет человечество не воевало всего 73 года ну типа такого подсчеты сделали то есть все время идут войны но сейчас эти войны они сменились надо сказать если раньше допустим ну какие-то страны воюют а в других мир то теперь начинается вот уже начиная с 20 века мировые войны то есть охват охват идет уже несколько несколько стран первая мировая война охватывает 20 стран а вторая мировая война вообще больше 50 стран охватила уже то есть как бы и теперь актуальный становится ну потом был советский союз и был лозунг такой везде ну как ты помнишь ты тоже советский человек миру мир везде висело миру мир то есть всему миру мир нужен это лозунг против вот в этой глобальной войны такой огромной а здесь лозунг другое немного мир и безопасность то есть мир это всем понятно да нужен мир везде но теперь то есть еще и террористические как бы войны мелкие уже видишь как террористы разошлись они придумали сначала там захватывали заложников там где-то потом взрывы там устраивали просто или самолет взрывали там поезда даже людей выводили из самолетов это вот вспоминаем там 72 год там арабы захватили самолет посадили в Саудовской Аравии было а теперь уже вообще не стесняются как можно больше людей убить как можно и разными способами разве можно было раньше представить что кто-то решится выйти с автоматом и начать стрелять на улице но это же было было небезопасно ну появились террористы смертники а теперь более того просто машина едет и это оказывается террористический акт она вдруг сворачивает и в толпу врезается на остановке так так каждый из нас может погибнуть это уже называется небезопасно и теперь актуален вот совсем скоро будет актуален лозунг мир и безопасность каждого человека отдельного гражданина в любой взятой стране потому что машины есть везде уже и у нас же и у людей есть просто выходят и начинают резать на лондонском мосту несколько раз уже и людей вот этих злобных злодеев их не остановить кто их может остановить ну кто может безопасность гарантировать каждому гражданину практически никто вот сейчас Путин пытается это сделать и у него хорошо пока получается но это будет и не он потому что опять что-то взорвут или в нашей стране или еще какой и это постоянно происходит вот в чем дело поэтому этот лозунг он пока не действует но он очень актуален уже очень близок я думаю ну судя по всем событиям которые есть у нас особенно вот последние войны терроры вот эти но вот еще попутный тогда к тебе вопрос вот я Путина слушал он говорит мы вооружаемся для того не чтобы нападать а чтобы уравновесить и то ну понимаешь то есть если у них оружие больше а у нас меньше они нападут и нас побьют понятно чтобы тогда чтобы те не напали американцы нам нужно столько же оружия чтобы чаша овецов уравновесила и все и они поднимаются 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 все равно не воюем не воюем не воюем это миф или что это придумано для нас врачков тоже самый американец говорит мы тоже вот гонку вооружения делаем чтобы мы боимся советской агрессии то есть они производят оружие для того чтобы был мир, но это же бред. Ну, погляди, вот коротко скажу. Атомное оружие, не знали же, как оно действует? Что там будут выбросы какие-то там и так далее. Ну, знали, что должна быть мощная бомба, которая упадет, взорвется и все. И причем эта бомба, она одноразово действует. Один раз ты ее применил, и люди уже все испугаются, потому что там сразу погибнет тысячи, сотни тысяч людей. И так и получилось. Но оказалось, что эта бомба несет еще заражение. Вот в чем дело. Этого-то никто вообще не знал. И когда это узнали, сбросив, американцы сбросили на Хиросиму и на Гасаки, то весь мир содрогнулся. Сталин испугался, действительно. И если бы не разведчики эти советские, которые предоставили всю документацию по первой атомной бомбе, непонятно бы, как бы еще, сколько продержался Советский Союз. Но все пошло другим путем. Получились две державы, которые наделали атомного оружия, и это как бы получилось сдерживание. Но у меня теперь другое уже. Это был коммунизм и капитализм. Но теперь-то России кого боятся? У нас этого оружия ядерного осталось после коммунистов куча. Нас уже боятся и так. Ясно, что американцы не нападут. И с американской стороны, что им непонятно, что мы уже не коммунисты. Почему остановки-то нету? И нету остановки, брат, ты же сам видишь. И все создают оружие. Я задаю резонный вопрос. А если есть атомное оружие, самое страшное, его все боятся, зачем тогда производят опять тысячи танков, новые все самолеты, четвертого поколения, четвертый плюс, два плюса, пять плюсов, пятое поколение, шестое уже какое-то поколение, авианосцев 40 штук, американцев. Для чего, если уже все понятно, что атомное оружие самое страшное? Тут какие-то другие еще силы действуют, они нам не подвластны. Это силы небесные. Господь просто отнимает разум, когда хочет, чтобы человек погиб. А это целое государство будут гибнуть. Нам нужно просто остановиться всем. А как это сделать? Надо всем верующим тогда быть. Вот мы сейчас занимаемся, друг на друга не нападаем, читаем один источник истинной благочестия. Вот так бы сели все, Путин там, Трамп, и начали бы изучать слово Божие. Но мы своих детей не можем посадить к этим занятиям, своих собственных, которые родились от верующих родителей. Вот, брат, и ответ. Веры нету. Вопросы? Михаил Гордеев мне скинул. Выступление профессора Осипа. Осипов с Путиным стоит и Путин его награждает. Долбобритых в галстуке. Не вынимается, владей. Вопросы, пожалуйста. Час прошел, можно задавать не по писанию, другие. Я хотел вопрос к Игнатий Тихоновичу. Он знает Геннадия Фаста, который составлял это толкование. Вот нету комментариев, ну, как нету всков, когда же хотя бы отец бы сбросил, каких святых отцов он берет. Златоуста там, Августина Блаженного или еще кого-нибудь. Потому что, вот допустим, он говорит о Чернобыле, ну, и сказал бы, что он сам это все комментирует и было бы понятно. А так получается в одном контексте мы потом эти вопросы задаем. Почему именно о Чернобыле идет речь? Ну, то есть, дальше-то понятно, духовно идет, это по святым отцам. Но первый этот, этот комментарий, или просто это как эмоции были у человека, потому что он, видать, это писал тогда, когда был взрыв 85-го года в Чернобыле. Вот такой вопрос. Почему нет разделений, как вот, да, комментарии, что, вот как вот до книги откровений все было сделано, а здесь, ну, не доделано, как бы, да, в другом формате. Хотя бы немножко авторства знать, что где человек брал, пускай это будет даже хоть своими словами, но хоть где это. Ирина Леонская. Игнатий Кончич, да уже задавали такой вопрос. Я этот вопрос и задавал. А ты теперь, то, что уже дано от святых отцов, и то, что сущее называется, сущее, это прямо взято из откровения по святой беде, а ты дальше сам и смотри, что еще есть. Это рассуждение. Это мы сегодня смотрим. А вот он, Андрей Кесарик и Падокийский, Блаженов и Филак. А когда он говорил-то, никто это не считал, так же, те же самые были к нему претензии. А что ты говоришь-то? А вообще святых отцов никогда не было. Вам стучатся, Игнатий. Поэтому. Дверь откройте, вам стучатся по-моему. Роман Малыш. А я ему в скайпе толкаю. Никогда это не указано. В самом начале там указаны все святые отцы, из которых брали. А это идет рассуждение. И когда Андрей Кесарик и Падокийский, это костяк, центр, на основании еще все остальные святые отцы, говорят, он главный толкователь. Он в конце дает одно толкование, другое, а потом говорит, а сжемню. А я думаю так. Это одно из толкований, и никто его в этом не упрекал. А тем более события уже сбывшиеся, и никакое заблуждение они не вводят, они входят прямо в контекст священного писания. И оно так ровно идет. А это дергание, вот это сказал святой отец, так или не так, а он может быть десять раз ошибся, как Василий Великий. Терафим Саровский говорил, а потом, когда Дух Святой меня покидал, я ошибался. А отец, он нигде не переходит эту грань, нигде, с великой осторожностью. Святые отцы сказали так, берет современные секты, и это все вписывается единое, как идет. Я подумал, у меня в то время были комментарии, перед тем, как издать, я у него спросил разрешение, а его издавали-то там другие красноярские, они как забунтовали, это вот, а они уже выпустили в журнале, там у них журнал есть, старое и новое называется. Ну, все-таки я говорю, вы это взяли откуда? Он по моему благословению у меня в доме начал составлять, я ему дал материалы, я имею полное право, тем более, когда он только написал, еще не было отпечатано, всего в одном экземпляре от руки написано, и он у меня уже материал этот был, потому что мы ждали, когда это кто издаст, в то время никто бы и не издал, насчитать надо. И мы на пленку насчитали, здесь я не знаю, три или четыре голоса было, насчитали. Вот вечером мы думали, что начитывать или не начитывать. Получилось три пленки, это ну минимум, минимум, три, трое суток надо было. Пленка это восемь часов двадцать минут. Мы долго рассуждали, у нас много людей было, что делать? Вынести ее, значит, спрятать, она так и будет лежать одна. Давайте. Ну и все молились в это время, и мы насчитали, насчитали, и сразу же начали тиражиры. Десять, двадцать, тридцать, сто копий. И сразу у нас пошло, все, теперь мы не боимся, оригинал спрятали. А теперь-то в интернете мы вышли на какой уровень? Тем более у него московская патриархия издала его толкование, издала, ничего не выбрасывая. А уж там проверяют сенсорские отделы на десятки раз. Этот вопрос никто и не ставил. Потому что все это вписывается в толкование святых отцов. Оно пропитано буквально этим. Но сегодняшнее событие показывает, мы знаем больше, чем знали они. Больше. Вот мы идем, когда благовествуем, так вы еще себя с апостолами сравниваете. Зачем сравнивать? Мы больше. А почему? Да потому что он пришел, сказал и улетело. Вон Павел ни одной записки не оставлял. Поэтому как предкирилл и Мефодий Пайтенец просили, азбуку в них есть, азбуки нету. Кто-то вилами по воде писать-то. Азбуку дать надо народу, записать, чтобы он повторял. И вот мы приходим в каждый дом даем полностью всего апостола Павла, а он писал письма-то сколько лет за жизнь ушла. Мы полностью даем все, что слышал Матфей, что Марк, Лука и Иоанн, все отдаем вам. Это все вместе апостолы только знали то, что знаете теперь вы. И кроме этого мы даем еще, Давид всю жизнь бегал, писал, прославлял Бога. Теперь в вашем доме это есть. Понятно? В каком смысле больше-то? Даже сравнивать не надо. Одно дело, кто бы ни пришел даже, я говорю, пойду к отцу, отец мой более меня. Понимаете, это надо все на место взять. А то, а вот вы там, ну, разные нехорошие слова говорят. Мы делаем. Делаем и видим плоды. Вот сегодня на меня вышел один человек, я его тут не вижу, но он хотел прийти, я видел, он заходил, Сергей Евтушенко. Вот сейчас Володя пошел, ему книги посылают. Ну, я завтра насчитаю, в события дня его включил. Я говорю, всю жизнь искал, где такая жизнь была. Так хотелось, и наконец-то наш сайт нашел, где-то вышел, все теперь, я никуда не могу пойти. Я только и смотрю здесь, потому что все, что я искал, все сходится, я нашел подтверждение этому. И поэтому я у отца Геннадия спросил, комментарии можно? Он говорит, как так? Я комментирую, и на мои комментарии вы будете давать, ну, что это получится у нас? Ну, правильно. Ну, второе условие поставили, чтобы было благословение епископа. У нас там стоит благословение епископа. Сразу я оповестил, чтобы мы указали, что взяли из журнала, а журналов, кажется, четыре было, вышли они, полностью толкование, и взяли из журнала старое и новое, там сотрудники все назвали, мы все условия выполнили. Но вы-то только думаете издавать, а уже оно существует десять лет, в пленках, которые я насчитал. Так я не чужой, и никакого плагиата нету, ни одного слова мы не добавили, ни одного, но он там указывает вначале, где он начинал, в моем доме, здесь есть. Так что тут никаких претензий быть не может. А где-то толкует, отец Олег Стеняев, очень хорошее толкование, но лучше вот этого распространенного нету. И это понимают люди, которые увидели. Почему? Он не просто думал, а он обработал все, что было за 2000 лет сказано. Кто знает, что папе сказал? А он все материалы нашел. Песня песней. Я в университете преподавал, но я перевел с немецкого языка, так трудно было, там готические шрифты, возобновлять все, и очень хорошее, но кое-где пришлось срезать, там тысячелетное царство не понимает. Отец Геннадий выпустил книгу, 800 страниц. Песня песней. Все отрывки, какие сохранились, допустим, Айфрем Сирин, сохранились на 3 стиха, он их показывает, таблицу показал. И Кирилл Иерусалимский, он опять берет 5 стихов, пусть другой, и все это выстроил. Я назвал книга столетия. Он сейчас доктор богословия. Так что сомнений никаких нету, нету. Во-первых, это проверено, перепроверено, ну, мне это не чуждо. Вот и ответ. А разделять это, когда они пишут какую-то диссертацию, они каждое слово подписывают. А мы бы разбухали эту книгу показывать. А почему не показали какой том, а какая страница, а еще издательство. Мы бы только на этих побрякушках и ехали. Взято точно из святых отцов. Я ручаюсь за это. Я мог бы сказать, когда спрашиваю, а где я? Я раз, например, три назвал. Вы знаете, там Златоустом такой-то, Василий Великого, а он сам богослов, он сразу бросил. Вот это вы больше меня знаете. Ну и все. Я не вылажу нигде. Я и здесь не вылажу, пока меня не попросят. Мы свое дело сделали. Володя сегодня печку делал. Начало печника. Ну, я стоял рядом, там где-то маленько тоже грязь на руки намотал. У Надежды Васильевны топку переложили. Так что возблагодарите Бога. Новый печник. Я 40 лет был печником. Охота передать этот талант. Очень важный талант. А вот, кажется, Сергея здесь вижу. И в Тушенке. Да слава тебе, Господи. Володя ходил сейчас и... Сергей, если слышишь меня, он должен сейчас появиться. Ходил, относил книги. Я вам сказал, что ко всему, что вы заплатили, я приложил еще одну книгу. Ну, я так не делаю никогда. Почти не делаю. Ну, так как-то вы по душе все сказали мне. Я расплылся тут. Ну, вот так все. Это то, что у нас есть. Это лучшее. Самое лучшее. На сегодняшний день нигде ничего больше нет. Он нигде не захватывает. А просто перечисляет сектанты так-то. Тем более разбирает самые современные сектантские толкования. Ни один святой отец этого не делал. А он сам из минонитов. Он все знает. Вот почему за это смотрит. Это как учебник. Сектанты пятятся сразу. То, что человек говорит с абсолютным знанием. Больше этого нет. то, что конечной инстанции. Конечной на суде Божьем будет. Вот так. Помню, Роман приехал. Вот он. Ну, спаси Христос. Считайте, что это я просто вопрос задал. Благодарю за вопрос. Благодарю. Для всех просто. Все. Спасибо, Господи. Еще вопросы? Можно вопрос задать? Николай. Игнатий Тихонович. Опять к прошлой недельному вопросу. Скажите, пожалуйста, самоотречься от себя в миру. Возможно это? И если возможно, то как вы это видите? То есть в миру. То есть семья, жена, дети, работа, дом. самоотречения. А без этого ты не нужен никому. Нет, я имею ввиду конкретно признаки, что это происходит. А как отречься от себя своего я? А не та, что я отрекся от себя, жена верхом села. Это ничуть не бывало. Ты муж, и тебе даны определенные абсолютно всеми правилами. Держать это в руках бразды правления, иначе ты погибнешь. Отвергнись себя, да. По-моему, я такой мяконький, я хочу с женой, чтобы ласкаться каждый день. А Слово Божие не учит так. И поэтому ты смотри, как есть. А она что-то говорит, и написано, на лоне твоем лежащее будет звать тебя к чужому Богу, да не пощадит ее рука твоя. Вот как. А если не ходит, не ходит под рукой твоя теки от плоти. Спи отдельно на кухне. Видите, Писание предупреждает, как, а почему? А я отвергся себя. Если бы я себя не отвергся, я бы плыл и плыл где. А тут каждый день приходится сражаться. Уже своего нету. Я каждое движение могу подтвердить Священным Писанием. Ответ ваш, вам, если нужен настоящий, ответ один. Знай Священное Писание, будь мужествен, ежедневно молись и на это наставь жену, чтобы она и в мыслях не имела упрекать тебя или еще что-то. Ваше слово закон, но ты должен сам примером своим показать, что ты действительно щадо Божие, вводимый Духом Святым. Так вот, Николай. Я так понимаю. Встречения себя совсем не обязательно уходить в монастырь. Можно это и женатому делать легко. Это очень просто убежать и ничему таки не научиться просидеть там. Семья-то это и есть школа любви. В семье мы учимся любить. Это и есть самоотвержение. А в монастыре кого он там? Ну, вы знаете, маленькая история. За 17 января по старому стилю жития Антония Великого. И им такие мысли всегда были. И прием Сирин, они все мучились этим. А есть ли кто лучше меня? И это не гордыня, не прелесть. И он, видимо, уже надоел Богу. Он говорит, иди в селение, первое, тут на краю живу, ты побудь там. Оделся, пошел, пришел. Ну, и кто вы такие? Да никто мы такие. Вот живем здесь. Мы разные, мы никогда друг друга не знали, а вышли за родные два брата тут. Мы живем в одном доме, одна общая коммуналка, хрущевка тут. Ну, ну и что? А что особенно? Да ничего нету особенно. Но Бог мне сказал, что ангел явился и сказал, там живут выше тебя. Выше. Вот что вы такое делаете? Паститься? Да какое паститься? Мы сегодня ночью ложа разделяли со своими мужьями. Еще непонятно, что они были. Где? Любовались, любовью услаждались. Ну, да как вы выше меня? А я ничего этого... А они говорят, мы на одной кухне, уже живем там пять лет и ни разу не поссорились. Одна другой сковородка не огрела. Вот как. И они как родные сестры. Мы сговорились с ней уйти в монастырь. Но сказали мужьям, я говорю, дури унимайтесь, живите с нами. И мы не стали по-своему. Они отверглись в себя. Отверглись. У них желание было. Но они пошли таким путем. Когда считаешь житие, то... Айфрем Сирин-то? Точно так же. Точно. А кто? Ему было по-другому сказано. Выезж на дорогу, кто первый встретится, тот тебя научит. Так что, больше меня знают? Иди узнаешь. И первый, кто встретился, с ночных трудов придет блудница. Он остановился, вставился, смотрит. А она на него. Он говорит, а что ты на меня смотришь? Я тебя спрошу, почему ты смотришь? Ты из земли, в землю и смотри. А я от мужа, я на тебя и смотрю. Ой-ой-ой, развернулся и домой. Арсений как-то плыл, там переплывали они. И какая-то женщина его коснулась, а он молчун. Он двух императоров воспитывал, Гонория и Аркадия, вот у Феодосия Старшего. И она коснулась, он говорит, видишь, монахи, зачем рукой касаешься-то? А баба его отбрила сразу. Если монах, то и сиди там, не лазь здесь, где не надо. Он вернулся, когда все повторял и улыбался. Вот как она мне сказала, монах, так и сиди там дома, не вылазь. Она ему такую фразу дала, которую он повторял и повторял, какая она умница. А другой бы сказал, да ты с монахом разговариваешь, грубая бабенка такая. Нет, ты не знаешь, где помощь будет и от кого. Отвергнись себя. А почему ты так поступил? Я слышал, тут говорили, там с ножом, кто бежал. Неразумно останавливают с ножом. Но я неразумный был, вмешивался в толпу, дерущихся с ножами. Чудом остался, живой разнял. Так они, не знают, жены их, когда все узнали, они не знают, куда меня посадить, в какой угол. Я думаю, что не сам я это решился, как вот отец Арсений. Когда там резали друг друга, он встал, книга отец Арсений, прекратить во имя Иисуса Христа. Он сам не знает, как это получилось. Бог берет, и осица заговорила. Вот так. Еще вопросов? Пока вопросов нет, начнем тогда девятую главу. Вопросы появятся, походу, не стесняйтесь, задавайте. Глава девятая. Теперь в апокалипсисе повествуется о последних трех трубных глазах. Что за три горя постигнут мир при его кончине? Укажем здесь еще на одно понимание, открываемое Иоанну через трубные глаза ангелов. Это описание гиенских мучений после страшного суда. В таком случае знание трубных глазах таково. Первый трубный глаз общее описание грешников в гиене. Второй трубный глаз. Во воскресенье после страшного суда море с живущими в нем будет гореть очистительным огнем. Третий трубный глаз. Полынь указывает на горечь мучений в гиене. Грешники при этом названы водами. Четвертый трубный глаз. Состояние в гиене противоположное состоянию божественного света в жизни вечной. Так книга Откровений девятая глава первый стих. Пятый ангел вострубил и я увидел звезду падшую с неба на землю и дан был ей ключ от кладезя без ды. Толкование. То, что Иоанн видит звезду падшую с неба указывает на то, что все эти казни совершаются по попущению Бога приходят с неба. Без промыслительной воли Божией ничто не совершается на земле. Кого означает эта звезда? В звезде этой дан был ключ от кладезя бездны. Мы видели уже, что ключ от ада имеет в руках своих Христос. 1 глава 18 стихи 3 7. Так под этой звездой можно разуметь самого Христа. Если же считать, что Христос явленный в виде ангелса у престола в ином виде в этих картинах апокалипсиса не является, то здесь можно разуметь ангела Божия, действующего от лица Христова. И вот перед тайновидцем открывается некое новое и страшное место кладезь кладезь бездны. Кладезь бездны это особое место пребывания злых духов, демонов, связанных Христом на кресте. Это место Иоанн описывает еще в главе 20 2-3 стихе, где он видит, как сатана сковывается, низвергается в бездну, заключается и запечатывается в ней. Бездна запечатанный колодец. Бесы знали, что Христос намерен их туда заточить. Верили в это и трепетали. Якова 2-19. Поэтому, когда они увидели Христа, странствующего в стране Гергесинской, то закричали, что тебе до нас Иисус Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Матфея 8-29. Они знали, что наступает время их мучений и просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Мука 8-31. Но на Голгофе, на кресте Христос их связал и далее цитата Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания. 2 Петра 2-4. Как о том пишет и апостол Иуда, что Господь на суд Великого Дня? Иуда 1-6. Так содержатся ныне прилукавые демоны, связанными в этом страшном месте, кладя бездны, запечатанной крестом. Наводняя мир бесчисленными грехами и несчастьями, они, однако, не могут в нем полновластно царствовать, ибо царствует Христос, и имя его прогоняет их почищем. В этой бездне, во мраке и узах демоны ждут часа своего суда, но перед судом еще раз на краткое время они будут выпущены, еще раз им дана будет свобода и власть, это будет при Антихристе, что дальше и описывается. Вопросы? У меня вопрос. У тебя вопрос? Давай. Так где же все-таки эти ангелы? Написано под мраком вечных узок, а кто же тогда князь, который господствует в воздухе? Как это совместить и понять все? Где эти бесы находятся? Под мраком или в воздухе? Да. И попутный вопрос. Если они были еще раз выпущены при Антихристе, значит, они сейчас не выпущены, а первый раз, когда они были выпущены до Христа, получается, Христос сковал, связал этот факт на кресте. Раз сковал, то, по идее, их не должно быть, но они же есть. Есть-то есть, но они не могут навредить, потому что скованы. Собака на цепи не кусает, пока ты сам губу не подставишь, как я. Понимаешь? Она пугает. Она пугает. Она пугает. И разумный человек не будет вставать-то туда. А кто неразумный, беспечный, тот в грех впадает и получает раны духовные и телесные иногда. Никита. Христос сковал. То есть, собака на цепи не страшна. Он ее сковал. Не страшна для тех, кто туда и в этот грех не ходит. А кто зайдет вот эту черту-то, докуда цепь достает, тем она ясно, что страшна. Вот и все. И поэтому все на свое место и встает. Не ходи там, где собаки, не езди в кемерово. Все. Ну а если выпустят, то тогда что? А если отпустят, он поводок отпустил, она меня и достала. А кто поводок это? Христос отпустит поводок на время, на три с половиной года. Он будет всех, дабы простить, хотя и избранных. И меня покусают, и тебя покусают, а может и не покусают, потому что избранному все-таки повредит в руке, если мы в руке Господа ничего не можем удержать, вытащить из любви Божьей. Немного можно сказать. Можно. Дело все в том, что до того, как Христос сковал бесов, они, бесы, впрямую влияли на человека. И было поэтому повсеместное язычество, и не было истины. Даже евреи не могли эту истину только содержать, но не до конца. почти что очень мало приняли Христа учения евангельские. А потом, когда Христос связал, то дело проповеди начало дальше развиваться. А если бы бесы не были связаны, то какое бы они учинили бедствие, целую войну апостолам. А так апостолы, как написано, шли и благоистовали, весь мир евангелизировали. Вот как сказано даже. А теперь только клевреты сатанинские, вот эти бесы, которые в мыслях могут вредить человеку. Ну, правда, есть еще и бесноватые, которые люди, которые одержимы прям злобой. Почему? Попущение Божие. Там ангелов он связал, а бесы это не ангелы. То есть бесы духи злобы поднебесной, и наша борьба не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Это бесы. А сковал он именно тех ангелов падших, которые присоединились к сатане, когда было разделение на небе определенное. Эти связаны, но они выйдут в конце. Хорошо, что вы этот вопрос подняли, брат? Как они выгодят? Вот так вот. Подождите немножко, сейчас вам ответят еще, не торопитесь. А бесы это не знаю. Вроде как одна теория говорит, что это духи нефилимов, дети вот этих вот падших великанов, которые смесь между ангелами и людьми и они не идут ни с ангелами, ни с людьми и вот они блуждают. Ну такая есть теория, но я не знаю точно. Вот это да. Олег стеняю так говорит. То, что Бога человек слышал, человека Бог слышал, человека ангел, какие вот не слышал. Не, ну из Полины то рождались и увидели сыны. Брали дочерей. Да. И вот эти и во время потопа их всех уничтожили. и так как у них природа двойственная, они не туда и не туда непригодны. И я так понимаю, что вот они до сих пор бестелесно находятся между небом и землей, то есть поднебесной. То есть так вроде получается. А кто откуда они взялись бесы? Бесы есть, есть, никуда не делись. И апостол Павел свидетельствует. А те вроде их заключили, так значит это не одни и те же. Ну-ка, Игнать Тихонич, как вы на этот счет? Если ангелы это одно и то же или разное? Пал с неба сатана, который есть дьявол, змей. И тут же поясняют дьявол и сатана. Так что ангелы падшие с неба, слово ангелы они сохранили с маленькой буквы, и они превратились в демонов. А теперь люди толкуют, а вот некоторые демоны упали в баню, значит это банщицкие там какой-то пруды. батюшка крестит, у него молитва на крещение и духа, живущего в озерах в водах, изгоняет. На изгнание беса батюшка, что по воде-то пальцами чертит-то? Тут надо все взять во внимание, это не философствовать из книги Еноха, это апокриф. Начинает говорить, даже Янг Пести говорит, что ходили к ангелам, сыны Божии, сыны Божии это люди, люди, которые от праведных мужей были, там перечисляются, а каинитов, те все исчезли, это дочери человеческие, и все, никаких подвижек на другое толкование нет, они в воздухе, в воздухе, в воздухе так, так написано, а как же сковал послание к евреям святого апостола Павла, 2 глава 14 стих дает ответ, и 16 глава Матфея, как кто может расхитить вещи, если прежде не свяжет сильного? Как? Ну, значит, он связал его, а тут, как дети, то есть верующие, причастны плоти и крови, ну, может, из плоти и крови, то и он воспринял оное, где? через Деву Марию, дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. А для чего мы главная молитва, молитва, очень наша, включенные слова повторяем, избави нас от лукава, избави. И считаем утренние, вечерние молитвы, я там прочитал, там больше семи раз повторяется слово демоны, злые духи и прочее, это одно и то же. Задают вопрос, вот Царство Божие и Царство Небесное одно и то же, или нет? Нет, говорит, разное. Одно и то же. Нагорная проповедь, у одного говорится Царство Небесное, а другом Царство Божие. Раз Небесное, оно и Божие, а раз Божие, оно Небесное. Тут не надо разделять искусственно. Эти мысли надо истреблять из земля, никогда не позволяйте уклоняться в сторону. Святые отцы посоветовали нам путь простой царский, ни налево, ни направо. Они пали, а другие стали домовыми, другие там гривы коням заплетают, а почему? Ну, они хорошие уже стали, они пообмякли, живя среди людей-то. Видишь, как целые книги пишут об этом, ничего этого нету. Злобный дух. А сколько их? Мы не знаем, но только одно, что имя им Легион, а Легион сколько? Ну, если их когорты, две тысячи человек, а если брать числовое, числовой Легион сто тысяч, так, а сколько было? Дальше не знаем, слово Легион имеет два значения. Ну, например, говорят, и царь у него убил там царя другого, царь Давидта, и его венец взял себе на голову, а там было золото, один талант, а талант имеет два значения, оттическая мера 44 килограмма, полцентра на голове разве было? И греческая, там 16 с половиной, ну, 16 с половиной, это полтора ведра воды, тоже непонятно, а как? Дальше не знаем, но написано талант золота, а сколько стоит талант? Ну, талант, посчитай теперь на наши сегодня унции, там, Игорь Дебунов, он знает, может быть, каждый день меняется талант, а теперь за... 31 грамм унция, от троеческой. это унция, а в таланте сколько? Вот я говорю, сколько, не меньше 16 килограмм. Талант, вы правильно сказали, две меры таланта, сейчас нету слова таланта. Главная мера, это говорит Нюстрем, Эрик, словарь его, он там жил среди евреев, там лет 15 или 17, все данные оттуда вынес. И что интересно, не православный, но когда апостолы, даже картинки все с бородами, то есть, очень честно подошел к этому. Вот это так надо просто смотреть. Ну, все у нас это, время вышло. Да, время не все, давайте помолимся. Достойно есть я, кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искрения, Богослово рожьую, сущую, Богородицу, Тебе величаем. Молитесь, Тебе, Господи. Помоги нам отречься полностью от самого себя, с радостью не крести крест по руганию, по срамлению, по ношению, ибо Ты сам прошел этим крестным путем. Научи нас во всем доверяться Тебе, искать Твоей защиты, ничего не страшиться, и исполнить начертанное Тобой условие. Ты для каждого отмерил определенное поприще, и Ты нас будешь искать там, где поставил. Хвала Тебе. Распусти нас с миром. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У кого отдельно еще вопросы, если есть, мы тут маленько останавливаемся. Можете задать. Игнат Тихонович, хотел спросить у Вас, можно ли использовать в литургии неканонические книги? А какие книги? На литургии нет, а в проповеди Златоустая там есть они? Ну, как бы неканонические, вот сейчас мы тоже ведь читаем Коэфицианам, вот это откровение, это все неканонические книги получаются. 11 книг, 11 книг. Они так и показывают, со звездочкой. Но без них ни одной православной Библии никогда не было. И наоборот, у сектантов они их вырвали. То, что они рекомендованы святыми соборами эти книги. Они включены в Библию. Но в оригинале они не найдены, и поэтому к ним остались с предусмотрительной осторожностью. Игнать Тим, он другое имеет в виду. Выслушайте его до конца. Говорите еще, как вы говорите, неканонические, Тимофею там, Коэфицианам, чего вы там говорите? канонические книги. Он что-то путает, просто неканоническая Библия, он думает, что все неканоническое, я думаю, так. 11 книг. В оригинале не были найдены. Но, однако, потом была найдена на еврейском языке книга Сирахова. Там ничего нет против. Если им пользовались святые отцы, то нам чего же тут дальше-то искать? Понятно. Нет, вот когда перевод идет на русский язык, она ведь, эта Библия неканоническая. Библия, переведенная на русский язык, на нас, понятный, как вы говорите, она неканоническая. Нет, это не надо. Выбросите эти слова. Не надо мудрость. Почему выбросите? Так нет, если она... Вы спросили, я вам отвечаю. Второй раз вы уже не услышите. Библия неканоническая не называется. А Библия с неканоническими 11 книгами. А что, Библия неканоническая, то, что переводили, ну и что, что переводили? Это не я говорю, это Стеняев сказал. Он там сказал, что это... Не надо глупости собирать. Почему глупости? Все переведено у нас, и служба переведена, тогда что это? Все неканоническое? Неканоническое означает, что не установлен автор. В оригинале не найдено, а найдено только в переводе. Вот ответ. Другого нету ответа. Он сказал, называя себя мудрыми, а безумельно слово Божие говорит. Зачем нам, говорит, ни святые, ни соборы не называли, что Библия неканоническая, то, что она переведенная. Септуагин-то переведенная, так тогда она неканоническая. Глупости это все. Эту богохульную мысль выкиньте из головы. «Хорошо». Я задал вопрос, просто у меня это интересно было, как так они... Забудьте, попросите, что Бог истер из памяти это. «Хорошо, хорошо. Спаси Христов». Аллилуйя. Мне кажется, если кто-то остался еще, я вижу, все остались, вы, как бы я хотел посоветовать, на занятиях с самого начала не были, где вы что читаете, никто не знает. Вы задавайте любые вопросы, вообще все, что вас интересует. Вплоть до того, почему кошка молоко лакает. И, ну, я просто утрируя говорю это, конечно. И вы больше сами узнаете и быстрее подойдете до истины. А то такие вопросы сегодня, как бесы, это не ангелы, ангелы какие-то там где-то входили к дочерям человеческим. Это обыкновенные толкования святых отцов. Иоанн Златоуст об этом говорит. А то, что вот это вот все, это из пурьи взято, там как бы приписывают Златоусту это. Но на самом деле это не Златоуст, скорее всего. Продолжение следует...